Приветствую вас, Анна. Глобально мне показалось, что вы боитесь отношений. Глобально вы... У вас есть глобально, мне кажется, такой запрет на близкие отношения. Потому что диаметрально противоположные вы себя ведёте. С мужчиной. Плюс ко всему есть какая-то такая склонность к драматичности и у вас, и у вашего мужчины. Вот. И смотрите, что первый вектор, когда вы независимы, а мужчины зависимы. Что второй вектор, когда уже наоборот, вы зависимы, мужчины независимы. Только вас отдаляют друг от друга. Здесь, конечно, независимых нет. Дело в том, что ещё тогда, на той стадии, когда вы были с друзьями, а он вас просил остаться с ним на коленях. Хоть и тогда вы были в созависимых отношениях. Ну вот. Только поменялись мечтами. Вам нужно было, чтобы мужчина вас добивался, а вы его только принимали. И потом, когда вы к нему прониклись, он стал на ваше место. Вот это такая классическая игра. Ты догоняешь, я убегаю. Я убегаю, ты догоняешь. Вот. В догонялке. Вот если вы в детстве играли в догонялках, это вот оно самое. В догонялке взрослые люди ещё играют тогда, когда у них есть страх в близости. Страх в близости, страх доверия и так далее. Вот. И если раньше, когда вы находились в такой верхней позиции, вы боялись потерять свободу, то потом, когда вы находились в нижней, и сейчас вы находились в позиции ведомой, да, а вот в позиции догоняющей как раз таки, вы боитесь потерять отношения, боитесь потерять человека. Так. Но страх в близости вместе с тем увеличивает значимость отношений для вас, поднимает их значимость отношений для вас. на весьма высокий уровень, потому что человек боится близости, из-за того, что ему эта близость нужна. Другое дело, что близость может и боль причинить, а боль причинить может близость из-за внутренних конфликтов. И вот ваши внутренние конфликты, вот, и являются первой причиной того, что происходит. Вот. Отсюда обвинение ваше за то, что вы потеряли отношения, вот, ага. Отсюда, собственно, такая амбивалентность, что вы, с одной стороны, готовы работать над тем, чтобы простить себя, отпустить его, с другой стороны, чтобы привлечь его внимание. То есть у вас нет какой-то такой вот четкой позиции для себя, что вы хотите, вот, что вы, ну, решили бы, то есть что вы решите для себя, в какую сторону вы хотите двигаться. Потому что, в принципе, гармонизировать можно любые отношения. Но заметьте, пожалуйста, что ваши отношения, возможно, были только тогда, когда кто-то из вас унижается и кто-то из вас добивается активно другого, а другой принимает просто. Это очень вот, это, как я сказал, зависимые отношения. И треугольник Карпмана. Тоже можете изучить как зависимость, так и треугольник. Я бы сказал, что гармонизация отношений с молодым человеком и прощение себя за свои действия, равно как и возможное отпускание человека, возможно только при решении даже внутренних конфликтов. В частности, то, что вы любите человека за, ну вот, как мне из вашего текста показалось, что вы любите человека за демонстрацию. То есть, чем более демонстративно и конкретно ведет себя человек, тем больше вас к нему расположения. Вот. Первый молодой человек, он вел себя по отношению к вам, как вы говорили, поступки, там, красота и так далее. Вот. Вы начали его за это любить. Второй молодой человек, я, если честно, не очень понял, что, что вами двигало, когда вы его словали. Вот. Вот. Но, очевидно, здесь тоже некое обещание, некая перспектива. С одной стороны, и потребность, да, это все с одной стороны, и с другой стороны, некий запрет себе на вот как раз, ну, некий запрет на проявление своих желаний, на проявление того, что вы хотите. Потому что то, как вы быстро изменились, да, то есть вам бы вот еще зафиксировать этот момент. Вы хотите гулять с друзьями, потом вы хотите семейной жизни. То есть, несмотря на полюсность, здесь есть что-то общее. И там, и там вы избегаете ответственности. Своей лично. Вот. Ну, примерно так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос. Что касается обращения себя, да, то есть вот, ну, это идея, что нужно себя обращать, то, на мой взгляд, здесь скорее правильнее было бы поставить вопрос. Как для меня невозможно себя простить. Как образуется для меня невозможность прощения себя. Особенно если я что-то делал, а по своему желанию. Не важно что, моральная сторона, не волнуйтесь, пожалуйста. Вот. В этом направлении нужно вам подумать. Как подумать и в том направлении, а для чего привлекать внимание молодого человека. Зачем это нужно вам? Ну, лично вам. Лично вам. Потому что, в принципе, если есть любовь между вами и мужчиной, он бы не вышел, разве нет? А если он решил уйти, а вы его любите, то вам нужно принять его решение. Но вы этого сделать не можете. По причине того, что с ним связаны ваши желания. От него зависит ваше представление о себе. Вот эту связь нужно прервать. Чтобы в отношениях вы были более свободны. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. На Батлерик хотел бы сказать, что сам по себе данный факт мало серначит. Но в купе с тем, что вы описали, складывается такая достаточно целостная картина. А именно, алкоголь, который в основе своей дает глюкозу, используется людьми, пытающимися себя защитить, снять тревогу, отвлечься, получить любовь. Подумайте, что из этого, значит, в большей степени соответствует вам. Подумайте, что из этого ближе к вам. Удачи! Всего самого доброго!